Как вы думаете, кто это? А мой красавчик никак не откидывает копыта. Ой, да здесь еще лук. Вот лук я не люблю. Знаете, это называется лубов. Доброе утро. Сегодня у нас с вами начинается неделя влогов. И это у нас с вами первый день. Я только что встала. Время. Где мой телефон? Время 9, хотя я ставила будильник на 7. Думала встать пораньше, снять для вас видео. Потому что сегодня в час мне нужно уже быть на определенном месте. Мы там должны встретиться с Фатей, пофотографироваться, пойти покушать, где-то погулять. Поэтому день у меня сегодня насыщенный и я вас беру с собой. Смотрите на мои волосы. В последнее время у меня появилась такая проблема. Если я каждый день не мою голову, то у меня голова жирная. Вчера вечером искупалась и она у меня до сих пор до утра не высохла. Что я делаю для начала? Для начала собираю постель и начну монтировать для вас ролик с шашлыком. Давайте приступим. Вот таким вот образом я обычно сажусь, беру в руки ноутбук. Я хочу это делать, как я вам всегда говорю, на столе, но я делаю это по-своему. И начинаю монтировать ролик. Кстати, давайте вам вставлю кусочки, которые я снимала вчера, когда только забрала заказ свой. Короче, я сходила, купила кое-что для нового видео. Всё, у нас с вами будет шашлык. Так, я вообще не знала, как это будет выглядеть. Зашла в любой попавшийся ресторан. И посмотрите, как интересно мне это оформили. Вот так вот. Здесь лаваш, здесь антрикот. Я ещё думала купить какой-то соус и с чем вообще кушать антрикот. Это двойная порция. Вот это вот первая порция. И вот это вот вторая. Мне кажется, рис вообще в тему. Здесь острый перчик, помидорка. Ой, да здесь ещё лук. Вот лук я не люблю. А это всё. Обожаю. Как же это выглядит аппетитно. Сейчас всё, сяду снимать для вас. Ещё купила впервые, кстати, напиток от Чупа-Чупс. Стоит он дороговато, я вам так скажу. Один монат 80 копеек. Хотя обычная кола стоит раза в три дешевле. Никогда не пробовала? Посмотрим. И ещё положили мне кучу хлеба. Как это всё аппетитно выглядело. Моему ноутбуку нужно дать просто медали, реально. Столько материала на нём монтируется. А если вы не знаете, программы для монтажа, они очень плохо влияют на компьютер. Поэтому многие блогеры берут себе мощные компы. А мой красавчик никак не откидывает копыта. Он просто в шоке от меня. Он говорит, ай-ка, Эмили, сколько можно снимать? А ну сколько можно? Ну остановить. Ну каждый день монтируем и монтируем. Ну монтируем и монтируем сколько можно. По идее, реально его нужно поменять на какой-нибудь макбук или моноблок, например. Но пока что он справляется с этой должностью. Поэтому как-то так. Всё, видео я смонтировала. Теперь начинаю прибираться вот здесь. Вот посмотрите, какой здесь бардак. И ещё в ящиках буду сейчас прибираться. Кстати, девчонки, совсем забыла вам показать. Вот как раз таки сегодня будет розыгрыш. Я поставлю историю с вот этими тремя средствами. И кто первый ответит на историю, тот и получит эту косметику. Косметики у меня значительно больше. Но я решила разделить её на три части. И первая часть выглядит вот так. Это палетка от Revolution, которая называется Iconic Smoky. У меня есть точь-в-точь такая. Я просто знаю, что вы начнёте сразу обменять меня в том, что я свою старую палетку отдаю кому-то. Так вот. Вот моя, вот новая. То есть ничего своего использованного я не отдаю. Мне просто эта палетка очень нравится. Здесь очень универсальные оттенки. Поэтому решила точно-точно такую же купить и для вас. И подарить. Уже кисточку, конечно же, выбросила. Ну, в общем, длинная история. Она запечатанная. Я её не открывала. Вот. Это раз. Далее здесь вот такой вот хайлайтер, опять же, от Revolution. Я вам говорила, что мне очень нравится этот бренд косметики. И последнее. Это вот такая вот помада блеск. Точнее, она называется желе от MAC. В общем, эти три средства. Сейчас снимаю для вас историю. Кто первый ответит, тому и отдам. Здесь у нас уже порядок. Потихоньку сохраняется видео, а я уже начну краситься. Я надеюсь, что меня видно, меня слышно. Я начинаю краситься. Вот взяла свою корзиночку с косметичкой на месяц. И начинаю краситься. И обязательно у меня всегда вот стоит весь вот ноутбук. И здесь я включаю в YouTube что-то интересненькое. В последнее время подсела просто на серии «Мои прекрасные няни». Если кто не знает, я слышала, что Анастасия Заворотнюк сейчас болеет раком. Реально очень печально, что такие талантливые люди так быстро уходят из жизни. Когда я вижу такие ситуации, мне просто самой становится страшно. Что творится с миром? Просто это был фильм моего детства. Сериал, точнее, моего детства. Его обожала. Смотрю передачи и просто я сейчас немножко в шоке от людей. Люди снимают передачу. Почему Настя не говорит о своей болезни? Блин, человек не хочет. Не хочет на эту тему болтать. Не хочет, чтобы о нем говорили. А люди берут и снимают передачи. Вот, кстати, у меня сейчас в руках эта палетка от Revolution, которая называется Iconic Smoky. Как раз таки вот ее я вам и буду дарить. Вообще средств намного больше. Просто я спрашивала вас в последнем видео, стоит ли все отдать одному человеку или разделить всю эту косметику на несколько. И все написали, конечно же, разделить. Поэтому это будет первая часть. Я ее разыграю в своем инстасторис. Так что обязательно подписывайтесь на мой инстаграм. Что делать с оставшейся косметикой, я не знаю. Я хочу подарить ее самым активным в моем ютубе. Я уже даже выбрала, кому я подарю. Просто есть девочки, я по аватаркам их знаю. Они смотрят меня с момента, когда у меня было тысяча подписчиков. И до сих пор они пишут комментарии под каждым моим видео. И мне просто хочется их отблагодарить за это. Поэтому всю косметику я разыгрывать не буду. И специально я взяла косметику, которая у меня есть. Потому что она проверенная. Как бы я уже пользовалась. Мне нравится. Почему бы и не подарить вам. Мне нужно выложить быстренько видео до 12. И просто со скоростью света выйти из дома. Потому что в час мы должны увидеться. Я предлагала сначала устроить фотосессию с Патей. А потом уже пойти кушать. Но Патя отправила мне войс, который сейчас я вам дам послушать. Этот войс она отправила вчера в час ночи. Айка, мы с тобой завтра устроим фотосессию. Я помню. Но мы сначала должны покушать. Потому что еда это мое все. Ты думаешь, я просто выпендриваюсь перед камерой. И на самом деле это моя жизнь еда. Понимаешь? Ты должна меня понять. Айка, дай мне сначала поесть. Я тебя умоляю, ничего не будет с твоим макияжем. Я просто предлагала сначала пойти пофотографироваться. Пока макияж свеженький. Пока помады. Как вы думаете, кто это? Да, Патя. Я крашусь и снимаю влог. Ты искупалась? Да, да, я искупалась. Я еще вчера искупалась. Молодец, ты умы. Ты как? Я хочу кушать. Я голодная жду. Я как раз сейчас людям давала послушать войско. Давай тогда я буду краситься, чтобы я потом не буду... Целую тебя, мой мусечка. Пока. Пока. Знаете, это называется любовь. Это называется любовь. Не знаю, может я какая-то сумасшедшая, но если я поссорюсь со своей подругой, для меня это такая трагедия. Если я поссорюсь с каким-то парнем, мне будет все равно. Я даже ревную Фатю. Так что я считаю, что в дружбе тоже есть чувства, кто бы что ни говорил. Еще надо волосы выпрямить. Обычно я волосы не упрямляю, потому что они у меня и так и так прямые. Но просто я вчера искупалась, не расчесалась, легла спать. Поэтому они у меня вот такие. Как минимум нужно расчесаться. Как максимум нужно выпрямить волосы. Нет, я проверяю микрофон. Скажи что-нибудь в этот микрофон. Посмотрим, он записан. Я опоздала. Ты не сильно злая на меня. Очень злая. Смотрите, какая у меня классная помада. Тебе очень подходит. Ты шикарно выглядишь. Не пытайся меня задумывать. Ты меня, между прочим, изменила. Как ты мог? Проверка микрофона. Давай скажи, что любят. Да, проверяю микрофон. Кстати, она это говорит из-за того, что я сняла видео с Аян. Подписывайтесь на мой канал, чтобы посмотреть это видео. Ссылка будет внизу. Смотрите, это вам не нужно. Ничего, круто. Ну, как микрофон. Совсем забыли вам показать. Мы уже все съели. И здесь такой вот коктейльчик, смузи. Вообще невкусный. Какой-то горький, как бутон с алоэ. Хорошо. Я за любую движу руками голодом. Это зеркало. Это зеркало. Это уже здесь все. Так неудобно. С котиком. Бля, срочно нужно покупать влогобл камеру. Срочно. Я за коктейль. Получается. Мы идем по переходу. Набираем какой-то хлам. Шнурки. Смотри. Патя срочно понадобится. Шнурки. И вот органайзер. Да. Смотрите. Смотрите, где этот... Зачем у тебя до хрена этих органайзеров? Я тебя прошу, пошли. Подожди. О, здесь гофре для волос. Я в такой опасный ракурс поставила камеру. Вот еще миллиметр, и он просто грохнется на пол и сломается. Я уже дома, как вы уже поняли. Это мои домашние брючечки. Я решила попить чаек. И еще я вспомнила, что не попрощалась с вами. Просто так. Кто прощается просто так? Может, что-то покушать? Я люблю делать вот такую вот вкусняшку. Это просто грецкие орехи. И заливаю это все дело медом. С чаем просто на ура. Очень вкусно. Вкуснее, чем любая шоколадка, любой сникерс. И полезно. Я иду пить чай. Да, освещение тут, конечно, не вау. И выгляжу я тоже не айс. Но ничего, мы все свои люди. Давайте попьем чаечек с медом. В общем, на этом я буду с вами прощаться. День сегодня был очень продуктивный. Очень много всего успела. Если вы уже здесь, то значит, вы досмотрели это видео до конца. Я безумно рада этому. Кстати, еще мне нужен совет. Я сегодня, когда мы гуляли, присмотрела вот такую вот джинсовочку. Она вроде классно смотрится. Желтого, вот такого яркого цвета. Но я не знаю, стоит ли ее брать или нет. Потому что немножко рукава коротковаты. А так, в общем и целом, мне кажется, интересно смотрится. На этом все. Я вас всех очень сильно люблю. Целую. С вами была Эмили. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok